Полет, который войдет в историю. За выполнение уникальной научной миссии по отправке сирени на околоземную орбиту взялись ученые Белгородского госуниверситета. Проект амбициозный. За короткое время специалистам предстояло подготовить растение к новым условиям и построить для него спутник. Сегодня работы близятся к завершению. Полина Быкова продолжит. Из иллюминатора пока еще макета космического спутника выглядывают ростки сирени. Они привыкают к невесомости. Создать комфортные условия для растений в космосе – забота ученых разных направлений. Биотехнологи подбирают среду и определяют условия роста. Инженеры в это время экспериментируют с технологическими решениями. Ювелирная работа. В изобилии проводов виднеется плата. Когда все детали займут свои места, системе дадут старт, а насловно дирижер начнет руководить работой датчиков и видеокамерой в ячейке с сиренью. Добавили два датчика температуры. Мы эти данные получаем на землю. Также мы можем управлять освещением. Можем также влиять на температуру внутри ячейки с помощью нагрева. Также у нас есть охлаждение. Одно из главных условий для успешного полета – оптимальный вес спутника. Он не должен превышать установленных значений. Для этого макета вес 4 килограмма идеальный, говорит директор инжинирингового центра БелГУ Иван Никулин. Детали для установки изготавливались из легкого, но в то же время прочного и нержавеющего титана. Все детали были выполнены, можно сказать, вручную. То есть применялись методы эрозионной резки и лазерной сварки для того, чтобы качество самой сборки было на достойном уровне, чтобы полезная нагрузка держала в себе нужную атмосферу, нужную температуру, чтобы внешняя среда космическая не погубила сирень. Установка и ее технические элементы собирались с нуля в кратчайшие сроки. Спутник автономный, питается от солнечных батарей. Контролировать состояние растений в космосе и регулировать все процессы ученые будут с Земли. Внутри ячейки находятся микроклоны сирени, видеокамеры и другие вспомогательные электронные элементы. Изображение растения выводится на монитор. После запуска спутника наблюдать за состоянием сирени сможет любой желающий через специальное приложение, которое сегодня разрабатывают ученые. Борозить космические просторы отправится сирень сорта «Великая победа». Растения поместят в спутник, в пробирки. Ученые предполагают, что оптимальная среда и комфортные режимы температуры, влажности, света должны стимулировать рост соцветий до 4 сантиметров. В масштабах Земли это ничего. Но благодаря такому эксперименту исследователи получат ценные данные, которые могут пригодиться, например, в освоении других планет. Отправиться в космическое путешествие Белгородская сирень, по расчетам ученых, должна уже в этом году. Там она пробудет полгода, а потом вернется на Землю, где подвергнется тщательному исследованию. Полина Быкова, Вячеслав Подзолков, Вести Белгород.